Снова программа «Итоги в эфире». Следующая наша тема – это падение Виадука на улице Симофорной в городе Красноярске. Безусловно, центральная тема, по крайней мере, в первой половине недели. Тогда свои комментарии дали обильные и городские власти, и железнодорожники, которым, как оказалось, принадлежит. Да, мы решили узнать сегодня оценку и анализ события от госавтоинспекции. Поэтому наш гость сегодня Ренат Далханов, заместитель начальника отдела организации дорожного движения, управления ГИБДД по Красноярскому краю. Здравствуйте, Ренат Захарович. Давайте, чтобы себе и зрителям напомнить, сначала посмотрим сюжет, как это было. Эти кадры мгновенно облетели весь интернет. На большой скорости грузовик врезается в опору Виадука. За рулем 33-летний Роман Бобриков. Он 18 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и дважды был лишен водительских прав. Свою вину признавать не хотел. А с какой стати я буду себя считать виноватым, если он на меня упал? Вы сами подумайте. Он на меня упал, я виноват. С какого перепуга? Правда, после предъявления неопровержимых доказательств пришлось. Данный факт опровергается видеозаписью очевидца данного происшествия. В настоящий момент он допрошен в качестве свидетеля, который утверждает, и хорошо видно на видеозаписи, что изначально происходит наезд на эту опору, а потом уже крушение. Как остался жив сам водитель, многие называют чудом. Как и то, что нефтяная цистерна, на которой обвалилась вторая часть моста, лишь по счастливой случайности оказалась пуста. Ни взрыва, ни пожара не произошло. Глава Красноярска Эдхам Макбулатов считает, этот случай может послужить поводом для ужесточения наказания для всех нерадивых автовладельцев. Сам факт появления водителя на дорожном полотне в нетрезвом состоянии должен означать, что это должно суровейшим образом караться по нормам российского законодательства. Может быть, мы должны инициировать ужесточение этих норм. Все городские наземные переходы, а их в Красноярске 25, в том числе и 9 виадуков, специальная комиссия следует в течение двух недель. Этим занимаются и специалисты железной дороги, и департамент городского хозяйства. В среду начинается инвентаризация всех пешеходных переходов, инженерных конструкций, которые проходят по железнодорожному пути. То есть, эта комиссия сделает заключение о том, что какие пешеходные переходы необходимо отремонтировать, какие необходимо капитальные, какие реконструировать. А вот этот конкретный виадук на Симофорной, скорее всего, восстановлению не подлежит. Разрушения здесь настолько сильны, говорят эксперты, что легче построить новый мост. Вот те разрушения, которые произошли, так целесообразно построить новый мост. Причем новый мост будет строиться с учетом последних требований. Сейчас водитель заключен под стражу. То, что употреблял алкоголь, не отрицает. Из-за содеянной Роману Бобрикову грозит до 7 лет лишения свободы. Турин Альзефарович, такой вот у нас сюжет. Скажите, пожалуйста, падение виадуга на Симофорной – это следствие каких-то системных проблем, когда старая дорожная инфраструктура не справляется с новыми какими-то реалиями, ростом количества автомобилей? Вы знаете, я считаю, что здесь не нужно рассматривать какую-то системную проблему. Хочу напомнить, что данное происшествие произошло у нас в результате дорожно-транспортного происшествия. И здесь, я считаю, в совокупности нужно рассмотреть такое понятие, как автомобиль-водитель. Напомню, что водитель транспортного средства был в состоянии алкогольного пенения. И также напомню, что грузовое транспортное средство было у нас тяжеловесным. И как ранее было уже отмечено в средствах массовой информации, значит, физики дали такое понятие, что удар произошел, и удар был такой силы, что он был равен буквально 400 граммам тротилового эквивалента. Как взрыв практически. Так точно. И поэтому, значит, я не считаю, что здесь какая-то системная проблема. Также хочется отметить, что опора, на которой был совершен наезд, она соответствовала требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения. То есть напомню, что данная опора была у нас огорожена бордюрным камнем, а это есть соответствие требованиям нормативных документов. Понятно. Ну, смотрите, эта опора была построена в 1963 году. Откуда у нас вопрос про системность, есть ощущение, что прежняя старая инфраструктура уже не справляется с теми потребностями, стандартами современными, которые есть сегодня, с тем потоком транспортных пешеходов, которые есть. После введения в эксплуатацию улицы Симофорной, расстояние от края проезжей части до опоры, оно у нас составляло около двух метров. А это есть соответствие нормативным требованиям. Да. Конечно. Поэтому здесь какой-то системной проблемой я не прослеживаю. А вот я правильно понимаю, как бы в компетенцию ГИБДД входит отслеживание этих всех вещей? Это Ваша задача? Отслеживание вещей этих у нас происходит визуально. Ага. Вот я повторюсь, значит, если же расстояние от края проезжей части до опоры было менее метра и не было никаких препятствующих устройств, то это было бы нарушение. Тогда Вы реагировали должны. Это мы среагировали. Мы бы выдали соответствующее предписание владельцу, в частности владельцу железной дороги, для того, чтобы обеспечить ограждением данную опору. Но здесь у нас соответствовало расстояние, было нормативным, и тем не менее, еще раз повторюсь, также был бордюрный камень обустроен. А это и есть наличие препятствия, которое не допускает у нас наезд на опору. Ага. Если рассматривать взаимодействие вообще с железнодорожниками, ведь часто соприкасаются или рядом идут автомобильные дороги и железнодорожные, насколько железнодорожники конструктивны в диалоге с ГИБДД, ну и выполнять нужно не уходить на требования. Вы знаете, у нас взаимодействие с железной дорогой, ну, я так скажу, что налажено на должном уровне. То есть просматривая, например, отчеты о тех материалах, которые мы составляем в отношении железных дорог и выдачу предписаний соответствующих, то я скажу, что по итогам шести месяцев предписания, выданные госавтоинспекцией в адрес руководителей железной дороги, исполнены в полном объеме. То есть у нас нет административных материалов за неисполнение данных предписаний. Ну, в большинстве случаев, значит, работа ведется, конечно же, это при пересечении железнодорожных путей с автомобильной дорогой. То есть вот таких вот случаев, как данный надземный пешеходный переход, ну, по таким у нас мер не принималось. Понятно. А какой-то срок дается, да, чтобы нам понимать, вы предписание выписываете, там срок на устранение, да, замечаний? Конечно, сроки у нас предусмотрены нормативными документами, то есть есть государственный отраслевой стандарт, который предусматривает сроки. Значит, от каждого недостатка, индивидуально от каждого недостатка предусмотрен тот или иной срок. То, что касаемо, там, зимнего содержания, дорожного знака информации, для каждого недостатка есть свой срок. Согласно этого срока выдается предписание, и уже в дальнейшем отслеживается, исполняется данное предписание или нет. А, Зафарш, с инфраструктурой все понятно. Вы говорите, что нужно рассмотреть вопросы, в том числе, о алкоголизме. После вот этого вот, невероятной истории, какие-то дополнительные меры, помимо знаменитых рейдов по выявлению алкоголя, будут предпринимать ГИБДД? Ну, там же водитель, он, насколько я понимаю, несколько раз задерживался в состоянии алкогольного опьянения. Нет, в состоянии алкогольного опьянения данный водитель не задерживался, но тем не менее у него было достаточно нарушений, достаточно нарушений, и я скажу, что отягчающих нарушений. И при этом большинство штрафов, которые были вынесены в отношении его, были неоплощены. И вот, отвечая на ваш вопрос, конечно же, значит, употребление спиртных напитков за рулем, да, водитель в нетрезвом состоянии, это у нас очень большая проблема на сегодняшний день. Значит, те штрафные санкции, я напомню, что это 30 тысяч рублей за управление, если ты попадаешься первый раз, 50 тысяч рублей за повторное право нарушение. Прав не лишают? Лишение от полутора до трех лет. Ну, тем не менее, люди есть без водительского удостоверения. Просто, да, наплевавшись. Конечно. И госавтоинспекция считает, что здесь действенной мерой все-таки является изъятие транспортного средства, то есть лишить таких граждан и сошельных передвижений. Самой возможности, да? Ездить. Конечно, именно изъятие транспортного средства. В данном направлении госавтоинспекция активно работает, в том числе со службой судебных приставов. Ну да, у судебных приставов есть такие механизмы. А какие-то меры в отношении именно к грузовому транспорту? Потому что те же самые региа, это в основном ночью водят в субботу или воскресенье легковушки. А здесь вот получился человек за работой, казалось бы. Ну, касаемо, значит, водителей транспортных средств, действительно, за последнее время, проведя анализ, тоже было установлено, что водители большегрузных транспортных средств, очень много водителей большегрузных транспортных средств передвигаются в состоянии алкогольного опьянения. И в последнее время, значит, госавтоинспекция вынуждена переслоцировать свои наряды к так называемым кемпингам, где водители у нас ночью отдыхают. Да, большегрузы, там, дальнобойщики. И в утреннее время, значит, наряды приближены. В основном это дороги федерального значения, дороги регионального значения. То есть работа по выявлению водителям ведется. И тут получается, какая роль медкомиссии на автотранспортном предприятии, да, перед рейсом проверять же, по идее, водителя надо. Но это честная организация там. Действительно, их нужно проверять. Ну, понимаете, если у нас дальнобойщик едет по всей России... Ну, я прекрасно понимаю эту ситуацию. А скажите, вот как раз по этому конкретному событию, я знаю, что звучала идея, огораживать даже без предписания эти места какими-то там отбойниками, ну, близкие к автодороге, какие-то проблемные вещи, так, в принципе, можно сделать? Вы знаете, они должны, эти мероприятия должны проведены быть изначально. А, понятно. Конечно. То есть при строительстве того или иного инженерного сооружения, в частности, у нас в последнее время на федеральных автомобильных дорогах было введено два надземных пешеходных перехода. Да, да, да. В районе поселка Овсянка, в Эмильяновском районе, значит, эти пешеходные переходы выполнены в соответствии с предъявляемым требованием. Поэтому я говорю, что все строящиеся инженерные сооружения изначально уже должны соответствовать требованиям. Ну, новые мы посещали, как журналисты, как раз при открытии в Овсянке. А в данном случае отбойник – это что? Это бетонная стена в копанную землю? Значит, касаемо ограждений, то ГОСТом регламентируются такие ограждения, как тот же бордюрный камень, который мы рассматривали на семафорной. То есть этого достаточно по нормативным требованиям. Это буферные ограждения, и это дорожно-знаковая информация, которая говорит нам об объезде препятствия слева, справа и так далее. То есть вот этих мер достаточно согласно нормативным требованиям. Понятно. Бетонная стена лучше профилактика алкоголизма. Ну, извините, меня на черный юмор, конечно. Ренат Зуфарович, спасибо, что Вы пришли к нам, пояснили, собственно, мнение госавтоинспекции. Нет, сейчас это Государственная инспекция безопасности дорожного движения, человек из советского прошлого. Да, спасибо еще раз. Мы пока прервемся на небольшую рекламу. У нас еще одна тема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова